я всех приветствую с вами Екатерина и сегодняшнее видео у нас будет посвящено обвязке края изделия шнуром i-cord такая обвязка красиво смотрится с обеих сторон с изнаночной стороны вот так смотрится эта обвязка и с лицевой стороны таким методом можно обвязывать и горловины и манжеты и низ изделия вот я обвязала низ изделия и чтобы эта лицевая гладь у вас не закручивалась здесь есть один секретик небольшой и я поделюсь им с вами этот шнур я вяжу не так как все и поэтому это видео будет полезным не только для новичков но и для опытных вязальщиц так что посмотрите мой метод здесь я делаю красивый стык вот это стык у меня начало с концом и по изнаночной стороне вот так смотрится у меня этот стык бортик тут и проходит нигде не прерывается ну а здесь я прятала узелок так как у меня была здесь смена цвета нити если вы будете вязать из однотонной пряжи то здесь вообще вы не найдете этот конец самый корт это шнур связанные лицевой гладью он как бы огибает края изделия и его можно вязать либо таким же цветом как и и само изделие либо можно как вот в данном случае я вяжу можно вязать контрастной нитью чаще всего этот шнур применяют для обработки лицевой глади но лицевой глади есть такое свойство она любит закручиваться то есть край вот в эту сторону так вот он закручивается из-за того что передняя стенка лицевой петли она короче задней поэтому и полотно чаще всего так закручивается если просто так обвязать этим майкордом то полотно тоже будет закручиваться и вот что я делаю чтобы у меня был красивый этот шнур вот видите у меня изделие еще до вто и она у меня совсем вот не закручивается ровная последний ряд когда я вяжу лицевой гладью я вот этот ряд вяжу спицами меньшего размера то есть основное полотно я вязала на четверки а вот этот ряд последний и самый корт я вяжу спицами меньшего размера я взяла на пол размера меньше то есть три с половиной и этот последний ряд он уже входит в сам шнур в состав его то есть его не видно этот ряд вот и вязала его контрастной нитью он внутри оказывается и вот этот ряд уже нужно вязать меньшего размера спицами но здесь тоже будьте внимательны если взять сильно тонкие спицы может этот кора стягивать поэтому нужно найти золотую середину в зависимости от манеры вязания ваших кто туго вяжет кто рыхло вяжет поэтому подбирайте уже спицы этот шнур чуть-чуть эластичный я бы не сказала что он совсем не тянется и ширину самого этого шнура можно тоже регулировать вот я вяжу этот шнур из четырех петель вот видите у меня на спице четыре петли но их все четыре не видно вот есть одна и вторая петля третье мы видим только самый кончик и ну полторы петли получается на сзади то есть вот это у меня на 4 петли айкорд а вот тут я проймы обвязывала тоже аккордом но я здесь провязала из трех петель и полторы петли видно а полторы петли сзади такую обвязку айкордом нужно обязательно вязать спицами меньшего размера еще и потому что так как это лицевая гладь которая вяжется поперек перпендикулярно основном полотну но плотность в петлях и в рядах у нас разная и поэтому если вы провяжите теми же спицами то у вас будет полотно фолдить и соответственно лицевая гладь будет тоже закручиваться и смотреться это будет некрасиво и неаккуратно приступаю к обвязке края айкорда я вяжу лицевой гладью по кругу здесь я повесила маркер где у меня будет стык этого айкорда где будет у меня смена рядов я этот рубчик айкорд буду провязывать контрастной нитью ну и как раз вам будет хорошо видно где этот шнур находится затем набросовую нить я набираю 3 петли как набрать петли набросовую нить у меня есть подробное видео оставлю вам ссылки в описании сам полы шнур я буду вязать на 4 петель а набираю я 3 петли то есть на одну петлю меньше и эти три петли мы в конце вязания сошьем дракотажным швом и у нас получится идеальный стык в конце и если вот вы вяжете на 3 петли допустим более тонкий этот шнур то набирайте тогда всего 2 петельки набросовую нить и вот я буду продолжать вязать это же нитью что я вязала изделие но сначала должна провязать петли с нашей дополнительной спицы вот это правую стенку провязываю лицевыми петлями эту первую петлю я подтягиваю чтобы протяжки не было вот 1 2 за переднюю стенку я провязываю лицевыми петлями вот три провязала и четвертую петлю я провязываю уже с левой спицы за переднюю стенку вот это мы сделали первый ряд нашего шнура затем я беру спицу и ее проталкиваю вот вот таким образом чтобы у меня открытый край было справа и беру вторую чулочную спицу здесь этот край можно вытянуть спица это нам пока не нужно что петли не спустились и вяжем второй ряд нашего шнура сначала мы провязываем 3 петли лицевые за правой стенки вот классические петли последнюю петлю я просто переснимаю на правую спицу затем с левой спицы одну петлю я провязываю и вот эту которую мы пересняли я ее перенабрасываю на вот эту только что провязанную вот мы провязали снова 4 петли и я эту спицу пододвигаю в этот край чтобы у меня начать вязать с этого бока и вот теперь мы снова вяжем пол и шнур наш вот раз два три петли провязала четвертую я захватываю с левой стороны вот видите за эту стенку я ее просто переснимаю затем я провязываю одну петлю с левой спицы и вот эту последнюю петлю я ее перенабрасываю на эту петлю и спицу я двигаю налево и снова мы вяжем 3 петли вот эту первую старайтесь чуть-чуть ее подзатянуть там у нас чтобы протяжки не было чтобы как бортик был вот четвертую я пока пересняла одну я провязала и перенабрасываю и налево мы сдвигаем снова берем новую спицу некоторые провязывают просто две вместе вот эти петли но в таком случае у нас будет и вот эта петля скрещенная и вот эта петля скрещенная что смотрится не очень красиво мне не нравится поэтому я вяжу вот классической петлей эту петлю вот ведь у меня ровная получается и затем я вот эту петлю перенабрасываю на эту только что провязанную и у меня так петля тоже получается не скрещенная налево я проталкиваю спицу и вот мы таким образом вяжем шнур раз-два-три это я снимаю 4 провязываю с левой спицы и эту петлю мы набрасываю и налево мы эту спицу проталкиваем раз-два-три пересняла петлю провязала и набросили вот у меня получается такой видите красивый рубчик все обязываю я так до конца изделия здесь я с вами встречусь и покажу как я буду делать вот этот стык чтобы у меня было все красиво вот я провязала аккорд у меня остается на основной спице одна петля и на этом моменте мы будем уже формировать наш трикотажный шов потому что этот шов занимает один ряд то есть мы сейчас этим швом и провяжем этот последний ряд я эту петлю которая у меня осталась я ее переснимаю на правую спицу нить эту обрезала оставила кончик небольшой и вот беру я иглу с тупым концом это у меня фирмы к нитпро и вот смотрите как я буду сшивать так как сейчас у нас пойдет такой же ряд как обычно но мы будем эти два полотна соединять мы будем начинать сшивать справа налево точно так же как мы и вязали вот нить у меня проходит сзади и бросовую нить здесь лучше пока не снимать потому что если мы снимем то эти петли могут убежать вот смотрите как я буду подхватывать вот эти петли видите вот у нас идут такие косички из лицевых петель и у них есть вот две дужки вот эти вот 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 эти дужки мы под них и будем подхватывать иглой вот одна потом вот вторая косичка то есть мы вот так вот и сошьем сейчас эти петли трикотажным швом сначала я должна вдеть вот эту нить в центр вот этой петли 1 это просто ввожу к себе вот так под направлению иглу это мы как бы фиксируем и как раз вот этот первый наш пойдет стежок и вот вверх я разворачиваю еще вот эту нашу первую вот косичка идет первое и вот я ввожу иглу справа налево под две дужки вводим иглу так сшиваем и теперь я ввожу снова в это отверстие но теперь иглу от себя сбрасываю эту петлю и вторую петлю я ввожу иглу по направлению к себе вот таким образом продели а теперь мы вверх подхватываем в прошлый раз мы вот эту косичку подхватывали теперь я подхватываю вот эту косичку вот вторую то же самое справа налево вот эти две дужки так здесь у нас смотрим первая петлю я выхожу от себя сбрасываю эту петлю вторую петлю вхожу иглой по направлению к себе от себя к себе это трикотажный шов обычная по лицевой глади так теперь мы должны соединить третью косичку нашу вот она входим в нее справа налево следующая петля вхожу от себя петлю а вот здесь смотрим мы эти две петли должны были провязать две вместе по нашему зору как мы вяжем этот айкорд сначала я разверну стенками чтоб легче было вести иглу чтобы левые стенки были ко мне ближе но это бабушкиным способом петли должны лечь вот вот таким образом и я должна иглу ввести сквозь вот эти две петли вот и завожу по направлению углу к себе видите все эти две петли со спицы можем снять и затем мы должны зафиксировать последнюю петлю здесь у нас уже бросовой нити нет но их хорошо видно эти дужки вот они последние наши четвертой косички вот тоже справа налево подхватываем вот эти две дужки последний стежок и теперь я должна вернуться вставляю иглу вы через вот эти две петли которые мы две вместе провязали вот и я вывожу уже на заночную сторону нить нашу здесь я не затягивала этот шов вот что у нас получилось проверьте главное чтобы у вас вот эти косички были совмещены вот первая идет вот вторая и задней стороны вот чтоб косичка уходила в эту косичку сейчас я сниму бросовую нить и вот эти петли что я прошила я их подтянул сейчас что было красиво все значит мы снимаем бросовую нить узел я распутываю тяну за нить снимается быстро легко так и вот где мы формировали этот шов и эти петли видите подтягиваю делаю натяжение правильно и этого ряда это где я шила вот эти петли я не затягивала я люблю потом смотреть и делать такое же высоту ряда так и вот и нить затянула здесь у меня видите дырочка из-за того что у меня тут была смена цвета нити и вот мне не нравится например вот эта петля сильно вытянутая это ниже наряд я ее чуть-чуть подтяну сквозь вот эти петли здесь уже смотрите то есть вы должны выровнять близлежащие тоже ряды и вот что получилось с лицевой стороны то здесь у нас получается все идеально вот видите ряды идут и вот две косички и с этой стороны косички идут этот нить я спрячу так как у нас здесь идет полый шнур то можно в этот шнур и прятать очень удобно нить у меня пока в игле находится и вот я ее и прячу вот вот этот айкорд внутрь но эти ниточки я тоже попрячу если у вас однотонная пряжа у вас их не будет тут будет совсем все шикарно идеально вот что получилось так что буду рада если мой мастер-класс будет полезным все всем пока и я скоро мы с вами увидимся